И Христос сказал, одевающиеся в мягкие одежды, где они находятся? Вы чего ходили смотреть там в пустыню-то? А мы знаем, чему кланяемся, а вы, говорит, не знаете. Это маленькое такое. Маленькое для того, чтобы, ну, помнить. Так, я с деньгами не закончил. Мне дадут денег, нет? Ну, как вскроем тогда дадут? Да когда? Сегодня. Сегодня мне нужно пять тысяч. Я за них даю отчет, привезу сюда, днем оттуда позвоню, и братья, что привезли меня, ну, пять тысяч минимум нужно потом нарезать. К слову сказать, вот образец, как уже делают. Видите? Там стоит какая-то мука, говорят, немного подпорченная. Берите, кому надо, на тумбольчике. Нарезайте. Вот здесь есть нарезанные, посмотрите. И вот здесь есть квитки, которые. Разбирайте, нам надо очень много. Понимаете? Речь идет о пятидесяти тысячах. Я братьям говорил, подумайте, как нам готовить дорогой пищу, и мы вплотную подходим к этому. Пока ничего не нужно. Вы напомните, о чем хотели сказать. Так. Мы желаем послужить Господу нынче. Но как Господь благословит? Это главное на благовесие. Об этом мы с ними будем последовать. Кое-что будем изменять. И сказать, как именно будет, в какое время выезжать. В воскресенье вечером или в субботу, в понедельник рано утром, а в понедельник, в субботу возвращаться, я не знаю. Но один день воскресенья мы будем в деревне. Даже полностью день мы выезжать, может, никуда и не будем. Или какой-то другой у нас график будет. Пока все это сокрыто. Радиус, на который будем выезжать, но с прицелом выезжаем за Алтайский край. Вполне может быть. Это Кемерово, Караганда туда. И туда Красноярский край может так быть. Потому что мы назад-то не возвращаемся. Это для нас уже межконтинентальные полеты. Новосибирск. Не просто, да. Новосибирская область тут у нас с этой стороны. Так что, ну, просто надо молиться об этом. Я говорю, что мы пока не знаем, как это дело будет. Я немножко вам прочитаю, что вчера я им здесь считал. Вот это дал, батюшка дал. Создание рабочей группы или комиссии. Чья это задумка, идея? А они говорят, ну вот вы ответили, сказали, а они не ответили, не сказали. Чья обвинение и прочее, мы же знаем, не с нас началось, не с Максима, а немного выше. Первые были встречи с президентом, еще до всего этого. Синодные, синодальные там в Нью-Йорке встречались и далее. Никого не надо винить. Зачем они пошли, а ликвидации? Никакой ликвидации нет. Приходы остались, так называется, русская зарубежная церковь. Вот так. О чем она, эта цель? И с какой целью кому это нужно? Рабочая группа. Они немножко как бы говорят. Ну с какой? Им надо нас втянуть и растворить. Больше ничего нет. Наша задача, великое сокровище данное нам, сделать им известным. Мы не наставим. Но озвучить мы можем. И озвучить конкретными цифрами, делами, местами. И даже у нас это записано на роликах. Они хотят перевернуть страницу, а привыкли говорить. И давайте забудем и снова страницу. Как-то забудем. Ты у меня украл мою честь и достоинство. Распространял на меня 50 лет клеветы. Представлял меня врагом государства. И забудем. Ты сначала залежи все это. И тогда мы будем говорить с новой строки. По-другому никак никогда не бывало. Как это так? Когда то же самое продолжается. Не надо думать, что тут плохие на Алтае священники. А где-то они хорошие. Везде одинаковые. Притом абсолютно везде. С первого дня, как я обратился, нынче 27 сентября будет ровно 50 лет, как я уверовал. Вот тоже дата какая. Надо подумать, жить мне дальше или нет. Об этом подумать. Конечно, результат работы этой рабочей группы. Какой у них видит результат? У них результат такой, чтобы мы подали заявление или как. И теперь... Они говорят, нет, другого священника не будем, ставят тот другой. Они уже на полном серьезе делят шкуру неубитого медведя. Кого-то нам поставят. То есть никакой уровень. Они не могут осознать, самое главное, что мы другие, мы иные. Мы настолько иные, что нам протестанты ближе, чем вот эти православные. Наш протестантизм отличает только то, что у них нет рукоположенных пастырей. То есть они не церковь. Вот и все. Как это не обидно сектантам, но это так. Мы находимся в церкви. И наша задача нести свет. А они будут по-своему... Это их задача. У нас другая задача. Нести свет. Мы будем свидетельствовать. Встреча, если они желают еще дальше продляться. Но я вчера сказал. Вы все записывайте самое главное на встрече. Время. Ну не знаете, как. Пишите. Первый стечение, второй. Под номерами поставьте. А потом разберемся. Сколько, сколько. И потом... Ну и вчера батюшка много говорил. Что вы думаете? Когда пришли туда, Статистика выдала. Они говорили. 48 минут. А наши 49. И все сказали. Минута хозяевам. Никто не знал, кто сколько будет говорить. Они-то говорили втроем. А у нас вдвоем. Один-то засчитывал только. И так, чтобы минута в минуту. Еще одно. У нас купили машину. Номер уже куплен. Запомните. 783. 783. Они приезжают. Тоже у них такая большая машина. Тоже 783. Согласитесь, что это... Ну... Стопу себя на гердеволку искать. Под такой номер. Чтобы именно по ипорхиальным. И именно они на ней приехали. И стоят две машины. 783. Смотрю, что-то со мной не ладо. Наш номер туда что-то перешел. Ну, буквы там другие впереди. 783. Когда в прошлый раз освещали машину. Все сразу, вот смотрите. Вот у нас какой знаменательный номер. Братья. Вот 7. Божественная полнота. Согласен. 8. А 8... Это так понятно. Хорошие. Почему? Потому что 8 это новый день. 8 день. А тройка это троица. Я говорю, я что-то по-другому могу прочитать. А как? 7, 8 и 3. Получается 18. 18 делим на 3. 3 цифры. 3 шестерки. 6 и 3. 18. Как они сразу... Да как это так? Ничего подобного. Я ни одной буквы не прибавил. 7, 8, 3. 18. 3 цифры делим всем поровну. 3 шестерки. Прибавили 18. Откуда взялась непонятно. Так. Сроки полномочий этой рабочей группы. Количество членов. Мы дали им список. Сколько что у нас утверждено. Постарайтесь не кричать, хлопцы. И они еще раз сказали. Мы не ограничиваем сколько вас придет. Так что меня держите в курсе, кто желает прийти. Но строжайшее правило, чтобы ни одного звука А даже перестали чихать. Чтобы нам не было поставлено в упрек. Вот так вот. Нос нажми не так вот так. Вот так вот. И чихоты исчезнут. Вот так. И уже тебе не чихнуть. Вот так. Держи палец. Уже не чихнуть. Очень просто. Значит, кто будет, кто хотел бы побыть в епархии на нашей беседе. Поднимите руку. Все, кто может, поднимите, я буду знать. Братья, сестры, разницы нет. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это среди может быть девять, десять. Ну, видите, я додумал больше. Думаю, нахлыли человек пятьсот. Одиннадцатый. Значит, так. Ну, сказали, что ограничений нет. И я не придумываю эти слова. Но беседовать члены комиссии будут вот в таком количестве. Ты сможешь прийти? Постараюсь. Значит, ну же, ты сможешь? Стараюсь. Ну, потому что нам менять членов комиссии, рабочей группы, как-то не пристало с первого раза. Там, может, и не придется их говорить. Нам нужны молитвники. Нигде, никуда не отвлекаться, ничего. Там большие, говорит, помещения. А следующие только у нас будут. Мы все бумаги им уже в руках, а не у нас. Там они имеют экспертов. Они посмотрят, насколько это реально. Условия работы, места встреч. Чистота встреч и вопроса, на которые должны быть получены неопровержимые ответы. Это у них сейчас. Дальше. Ответственность за принятое решение и гарантии того, независимо, кто будет завтра патриархом, епископом, священником. Они никогда не могут от ответить. У них гарантии нет. А мы можем, потому что наша общая одна. За нами нет ни епархии, никого. Вот у нас сказали, у нас так все идет. Им никогда не сделать даже в одном приходе этого. Потому что приход это не община. Взаимные претензии, от чего и кто должен отказаться и неукоснительно выполнять обещанную. На первом месте жить не по лжи. Вот если бы вы пришли, заранее оповестили, а тут белые братья ходят разные с крестами. Не знаем, это один из них говорит священник, писун. А вот, ну и пришли. Надо сначала сказать священнику, он не знает, что все это мы опробировали не один раз. Наша задача не сказать ему, чтобы он не успевал напакостить. Когда мы им говорили, он предпринимает контрмеры. Они сразу же вывешивают объявления, сектанты, приедет Лапкин и Игнатий Тихонович. Вы не слушаете, эти люди, еретики. Притом везде 100% одинаково. Он не может по-другому. Почему? Он дитя лжи. Я им скажу, когда спрашивают, я скажу, скажите, за кого вы признаете зарубежную церковь? Зарубежную. В той, в которой мы находимся. Назовите. Ну, как? Дочернее предприятие. Как там назовете? Я отвечаю всегда так. Патриархия теря ложь. А более пространно? Ну, более пространно. Патриархия это всегдашняя ложь. Ну, можно маленько шире. Патриархия это тотальная всегдашняя ложь. Ложь между священниками, между вышестоящими, между паствой. Всюду везде ложь. Лживое крещение, лживое причащение. Все ложь. Одна ложь на одной лжи. А ложь мы знаем от кого. Есть отец этой лжи. Нам есть что им сказать. Это наши братья по названию. Пока только по названию. Мы абсолютно чужие. Батюшка высказал, какие у нас различия. Он еще не все сказал. У нас еще собрания есть, он не сказал вот эти. Сказал, сказал. Сказал. А, ну все, не расслышал я. Что там еще было? Вот наши претензии. Обвинение МП. Первое. Препятствия повсеместно благовестию. Через средства массовой информации мешают. Через милицию. Через клеветы. Уничтожение наших 38 книг. Особенно на них, чтобы стояла печать, что дозволено. Посмотрели. Чтобы я ему отдал под контроль. Да какой же это пророк отдавал. Я не пророк. Но я говорю пророческое слово несу. Вы конкретно соберитесь. Назначьте комиссии по каждой книге, по каждому листу. И вы выдвинете обвинение мне. Что вот это не по слову Божию. А то, что это не сходится с вашими решениями. Знаете, одно время нашему епископу, нашему, задали вопрос. В Санкт-Петербурге было, писали об этом. Скажите, вот у нас есть святые отцы, говорят так вот там. А вот вы говорите так. Кого нам слушаться? Или не вас, а Синод говорит. Кого слушаться? Он говорит, слушайте, Синод здесь. Мы на это пойти не можем. Это авторитет другой уже. Мне очень нравятся слова Кирилла Иерусалимского. Проверяйте слова мои. Если слова мои не сходятся с Библией, не верьте и мне. Златоуз говорил, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Мы будем еще говорить о силовых структурах, где они ходят, благословляют и прочее. И откуда-то идет. Когда я в летном училище преподавал, что они со мной делали? Я преподавал там. Волков-то оттуда пришел. Что они делали? Как в газетах печатали. Меня вышибли. Но на выходе я сказал, они занятия не будут вести. Они говорят, мы будем вести. И в первый же звонок они сказали, а сколько нам будете платить? И что интересно, Войтович Николай Павлович, а дело там курировал майор Мазур Николай Павлович. Тоже. И он мне звонит, Игнатий Тихонович, приходите, ведите занятия. Они отказались. Но я им сказал, у вас будущего нет. У меня такие шикарные, говорит, помещения, аудитория, 475 курсантов. И вы с бабками сидите и не хотите сюда прийти. Они-то как за Никольский собор моролись. Везде они делали так. А они замен дать ничего не могут. А вот только под ним и все время давили под благословение, чтобы было благословение. Я в этих благословениях вижу уже как проклятие. 50 лет вы меня клеймили своими благословениями, а как оно изменилось в одну ночь? И теперь я не должен слушать Бога. Я на каждой молитве днем и ночью стою, и что скажет мой Владыка? Говори Господи, я замираю трепетно, слушаю. И что мне Бог повелел, я это сделаю обязательно. Я переспрашиваю у Бога. Вот в прошлой неделе у меня было... Я прям ответ получил. Я не поверил, что именно так я должен сделать. Бог снова мне отвечает. Я всю неделю одной молитвой долбил. И наконец вижу, что все, это от Бога. Я искушаю Бога. Я приступаю к выполнению того, что мне Бог задал. Вот так. Это Бог делает. И чтобы я теперь бежал к епископу, у которого здесь даже настоящих отношений-то нет хороших. Мне сказали вестисты, говорят, отношения с Антонием были хорошие, а с этим никаких нет. Вот и все. А ведь он мог мной воспользоваться. Мог. Мы будем говорить числа, даты, когда это было. Почему они так поступали. Наши висят объявления о лагере. Они назначают специальных семинаристов срывать. А где крепко приклеены, пишите ересь. И они пишут ересь. Лагерь ересь. Они просто совершенно обезумевшие, прости Господи. В лагере какая же ересь-то? Ну занимайся этими детьми. Их много у нас беспризорных. Бери. Выбирай. Они люто нас ненавидят. Вот я сегодня с ними пришлю. Теперь я ни шагу, ни шагу без его благословения. А до него не добьешься. Еще я буду просить благословения. Бога-то нету. Это человека возвели в рамк Бога. Это замена Бога Всевышнего. Они не знают, что такое живой разговор с Богом и получать живой ответ от живого Бога. Они вообще этого не знают. Они о нем, о Евангелии, даже разговоры не завели. Они сейчас исследуют подкопаться где. У нас была Анна Федотова. Татьяна. У нее девочка больная была. Она ушла тут. И она батюшке звонила. Батюшка там вот как вот... А батюшка говорит, ты знаешь мой адрес? Звони ему. Тут кто-то берет книги. Книги там вот надо, книги видимо, дать. И чтобы там под меня подыскать. Все хотят там опровержения отыскать. Ну вот звоните. Звонил. Нет, никто не звонил. Все окольными путями. На моих книгах они будут диссертацией зарабатывать. И не только кандидатов, но и докторские. Мне из одного государства позвонили. Он говорит, над вашей книгой сейчас работает, говорит. У него кандидатская защищается. Но здесь они еще опасаются. В прошлом году объявили. Прямо в интернете было, что один из семинаристов пишет, там какой, дипломную работу о крестовозвиженской общине и о Лапкине. Писал. Но они на подходе сказали, бери другую тему. Чем это вызвано? Видимо, тем, что для нас это был бы, как говорят, козырь. Мы прямо к ногам патриарха бросили бы. Как же идти к ним, когда они... А вам что, нужно, чтобы хорошо говорили? Мне не нужно хорошо. Мне нужна правда. Ничего, кроме правды. Если бы я хотел хорошего, а себе бы плохое, я не говорил и не писал. Ты открой, для слова Божия не туз. Самые поганые свидетельства на суде я все до одного поместил. До единого ни одного не упустил. Я не боюсь потерять авторитета, потому что моего авторитета и нет здесь. Вам понятно здесь? И поэтому никогда, нигде не надо за меня заступаться. Не надо. Ты свидетельствую о Боге, а Господь разберется. Я благодарю Богу всегда, что мои тайные грехи все скрывают. И если они нападают где-то, я знаю, что... То есть они сути не знают, поэтому ищут, нарочно выдумывают. А если бы они знали, ну, моя рана, где у меня тут болит, они бы в это место нанесли удар. А они не могут нанести. Меня Бог прикрыл благодатью и ризами любви. Дальше. Летном училище, как они пакостили. В университетах, в школах, на заводах, в вольтских шестях, в лагере Стане, в тюрьме, в лагерях для заключенных. Ну, доказывать не надо. У нас где-то Репина, я не вижу, Оля. Она работает, и вот пошла рядом в храм. Вот у нее сын сидел, и она-то покупала книги, и там погибло Михаил. Вот все заглушил. Так она уже через других заключенных, а книги туда попали. Они просят заключенных, а он их не пускал. На пути встал. Мы уже тут все документы составили, библиотеку, они ответ дали. Помнишь? Они дали ответ. Библиотеке мест нету и некуда ставить. Чтобы книге некуда было ставить в библиотеке, я тоже не слыхал такого. Какие книги. Поэтому мы им верить не можем ни шагу. У них задача одна, уничтожить нас. И с этой позиции мы подходим. Мы идем как к лютым врагам по сегодняшний день. Что они могут еще сделать, я не знаю. Но он неоднократно сказал, сидящий здесь, писал, и еще один там, который отец Владимир, он говорит, ну что, вас гонят, объявляют, ну вам разве это надо? Ну вот когда будете с нами, у вас будет справка, он не говорит, ты покорись мне, а то я и дальше буду клеветать на тебя. Смысл-то какой? Мы же вас гоним. Это всегда говорят преступники, ты с нами идешь или нет? Иначе мы такую тебе жизнь устроим, ты ни носа, ни хвоста своего не найдешь. Они прямо этими словами говорят. Вы же гоните, вы клевещите, ну перейди к нам, тогда этого не будет. Они хеврон захватывали все там, монастыри, а теперь, теперь мы хорошие. Мы это не верим. Зло выборочно не бывает. Ты злой против меня, злой дома против жены. Злой против соседа. Я на работе только матерюсь, а дома я не матерюсь. Я говорю, она, Даша, ты работал, да, работал? А кто помогал? Ну, жена бывает иногда дочь. По пальцу попадал, когда гость котел, да и что? Стоит. Ну, что было с тобой? Выматерился, да, выматерился. Жена не слышала, а дочка говорит, я слышала. Понимаете? А работает краевая библиотека. Я, говорит, с ним живу, у меня Гоша не ругается. Да, конечно, он может не ругаться-то. Как он может похабные анекдоты не рассказывать-то? Да это же заложено, вмонтировано в мужчину. Ему минимум 700 жен надо. Ну, что ты тогда обманываешь сам себя? А во имя Христа, когда все это побухло, тогда так понятно. А своими силами тебе ничего тут не сделать. А где у меня Андрей этот, головащик? Ушел он там стоял. А? Ушел он там стоял. На улице, наверное. Ну, нет, подожди. Я, конечно, уехал. А я вот здесь, вот сейчас. Можно я пока паузу скажу. У нас Валентина Ивановна Кравченко книгу оставляла здесь, и она в Грандштадте. Сергей Павлович, верните, пожалуйста. Вот, значит, он знает, какая причина, что он уехал. Я сколько раз говорил, не уезжай, пока не подойдешь ко мне. А ко мне надо было подойти. И подойти за делом. Понятно? У меня кое-что есть ему передать. Уехал. Уехал. Значит, сначала в коридоре сяду, а дальше уже путешествующее. Так, минутку. Я немного отвлекаюсь, но ничего. Так, Сергей, передай ему. Завтра, чтобы были 100 дисков у него. Чтобы завтра уже привез. Я ему хотел передать. Дальше. Дальше. Читаем. Нападки при выходе из храма. Зверское отношение. Дебунов. Станешь и до... Представим слово. Ответишь как. Когда они вышли семинариста, на него дурак, козел и все. Он стоит с бородой. Только что прощенное воскресенье. Подошли от креста вместе. Они звереныши. Когда были у владыки Максима, они сидели, а у него там семинаристы. Я говорю, это ваш волчатник. Были нормальные ребята. Кого вы из них сделали? Вас судить надо, я говорю. Прокуратура, чтобы занималась вами. Они же бить меня хотели. Да. Не просто сговоривали, что им не было. А вот если бы ты был от епископа, а епископ благосен сказал, его не трожь. Я сказал оттуда, а они стоят. А нам священники разрешают. И священник тут же стоит. Наши сестры стоят. Прощенное воскресенье, когда закончилось, к одному епископу подходили, и они выходят с зверей и звериного. С кем соединяться-то? Если мы овцы божьи, как я могу не думать о своей жизни? Вы молитесь, чтобы дали слово. Ну не дадут слово, мы встанем и уйдем. Тут не трибуна какая-то. Форум было, чтобы. Так. С чем мы им мешаем? Вопрос будет. Конкретно. А вот это каноническая территория. Что это за слово-то каноническая территория? Я все сравниваю. Медведь идет, когда он высоко поднимает лапу, кору дерет. А другой не может доставить. Он понимает, что он ниже, надо уходить. Или большая собака поднимает ногу высокую, а другая не может, понюхала. А ты его территорию запятнала. Ты что, собака, медведь? Пометил территорию. Вот два этажа. В обоих пьют. Это твоя территория? Почему ты им не занимаешься и никогда не приходишь? Почему? До храма нигде никого нет у вас. Нет, нигде. До конца от Барнаула нету. Мы заезжаем в деревню, где вообще ничего нету. Даже в Карабейнику, два или три Евангелия наши всего только. Там, где их центр, монастырь, центр Сибири, они нам дать ничего не могут. И они, даже пусть на подсознательном уровне, понимают это. И пока мы есть, это, говорит, не только козь в горле, это большая соринка в глазу. Это постоянное, мы как пика, говорит, заднее место им. Им нужно нас убрать, выдернуть. И нас нет, вот это все идет нормально. Мы показываем, в этой стране, в этом раздрае, можно жить нормально. Можно молиться за властей, как у нас здесь. Можно признавать священника, и священник, который будет с тобою. Можно получить епископа, который не будет поборами заниматься, как у нас Евтихий был. Евтихий дал пример всем синодалам. Он жил бедно. Он с народом был. Он вместе с нами пил и ел. Меня иногда спрашивают, такого епископа знаете, что-то не приезжал, поборы не брал, не душил. Знаю, кого Евтихий Курочкин. Других не знаю. И это Бог дал нам его, а не им. И дальше, с чем мешаем? Конкретно, да, там места. Они должны показать, когда мы помешали им благовестие. Речь идет о благовестие. А я им представлю, до слова Божия нет уст. Какие они на меня клеветические статьи писали. Они напечатаны там. А епископ Антоний только три раза на меня наехал. Они все опубликованы. Но он три раза попросил прощения через печать. А этот через печать ни разу не наезжал. Но как я слышу, только в устном. Но в молитвах моих тот и другой за здравие и за упокой. С кем же нас зовут объединяться и в чем? Вы сами себя не знаете. Вы не знаете, в какой яме сидите. Вам никогда не выбраться оттуда? И у него даже попытки, он считает, вот это нормальное состояние. Вы меня простите, что я говорю это. Но это не поза глаза. Они тоже в интернете лазят, это увидят. Я смотрю, какая у них у всех опустошенность. То есть вот это не свобода. А я знаю, это умные леди. Все они просто замечательные. Но никуда он в рамках. Он никогда не слышал, что программа-то не туда ведет. Да я же в школе была учительницей. Ну ты видела, что программа учит без божества. Зачем ты учила? И они-то учат. Ее в программу-то перетрясти, там ничего не останется божественного-то. И вот эта вот опустошенность, это все время ощущение рамок. Он знает, это не пропустят, это нельзя. Он говорит, и он перепрыгивает опять. Ну объединяться надо, а то зачем вам? Вас благословит ладыка, тогда на вас не будет гонения. Ну давайте. Он не слышит, не видит. У него одно задание. Я гляжу, даже улыбка у них это неискренная. Ну я очень хорошо знаю сектантов и не согласны. Они-то глядят на нас и думают, ой дебилы какие-то, с кем мы беседуем там. У них мнение-то о нас нисколько не лучше. Маленький такой рассказик есть. На корабле, когда едешь, на корабле, это раньше были океанские теплоходы, в другую страну плыть, самолеты-то не летали. Ну и драгоценные вещи, такая есть специальное там помещение. Приходишь, ты сдаешь, а потом уходя опять получаешь. Один подошел, а каюта на двух человек подошел и говорит, мне простите, я так не делаю, но сосед у меня не вызывает доверия, у меня вещи ценные. Ничего-ничего. Он уже пришел, вещи сдал, то же самое о вас сказал. Вы тоже не вызываете доверия. Мы-то ей в глазах букарашки. Вы помните, когда у нас был Погиблов, а Лена Политехина, где-то не вижу я ее. Есть, есть. Вот. Помнишь, Лена сказала одно слово только? Одно слово сказал. О крещении. Она сказала, вот я такая же была, некрещеная, пришла, а меня здесь троекратно покрестили. Все, она мне еще не сказала. А погибла, как, взыграл. Да я, семинарию, я академию кончил. Кто такая? Это ваши женщины. Это вот чему вы их научили. Он как вступился, мертвая фатка. Лена, Лена, беги скорее, беги отсюда. И она вымелась. За простое слово. О ней уже никогда. Ну, что она сказала? Она сказала о радости своей. Но не надо было этого говорить. Даже этого и то не надо говорить. Она скажет перед Богом. Так, дальше. Объединяться нужно со Христом. И быть Вадимым Духом Святым. Согласно Святой Библии. Аллилуйя. Это они считают сегодня. Вот для чего мы встречаемся. Мы материалы им уже отдали. Епископ считает. Они там будут разбирать, будь здоров. За вчера уже прочитали. Да. Противодействие благовестию повсеместно. Казахстан, Киргизия, Украина, Германия и другие страны. За внешний вид, форму одежды изгоняют. Лютуют священники и непрерывные клюют. Это батюшка все озвучил и сказал. Дальше. О каноническом общении вовсе даже не предусматривал создание папства. И всех под один куколь. Это как папа. Давайте все вместе. Ничего этого не будет. Не будет. Если патриарх сказал, что духовное состояние страны это духовное развалины, то это еще не все сказано. Да, конечно. Батюшка правильно сказал. Это сказал о лучших местах, где его провезли. Он уже не ехал в Потеряевку. А ты поезжай в Корщину, полурывки везде. Это не развалины. Я называю это скотомогильник. Скотомогильник. Даже не кладбище. Потому что на кладбище люди хоронятся. А это скоты умирает и скотов отпевает. Они ни одного дня со Христом не были. Патриарх это уже прямо озвучит. Люди приходят, крестятся. Вы не смотрите, кто они. Это фиктивно. Это все фикция. Никаких цифр вы дать не можете. Сколько венчаний было? 504. Я говорю, кто развелся? А кто знает? Мы ни с кем не встречались. Ну хотя одного-то знаете? Нет, ни одного не знаю. Да какой же ты пастырь тогда? Отец мой знал, какая овечка, каким бараном покрылась. И на память знал. За 40 лет. Любое спроси. А ты не знаешь, за кого она вышла. Ну они же в храме венчались. А ты до этого их видел в храме, не видел, и после не увидишь. А ты еще, ну, красивая, торжественная обстановка, понимаете как. И теперь считается так. Но у него-то она не первая, живая, не первая. И он уже заранее знает, что одной он не будет верен. И у нее точно так же. Считайте крестуру санатов. Дальше. Поспешное решение мирских правителей патриарха с митрополитом привело к возникновению 13 непримиримых юрисдикций в православии русском. Кому это выгодно и нужно? И батюшка это все озвучил, сказал. На их стороне нету даже тысячной доли процента правды. Я их просто спрошу о канонах. Я знаю сколько канонов. В 989 с юстинианами. И у них ни один академист не назовет. Ни один. Действующих сегодня 719 правил. Я спрашивал, я не нашел даже ни за рубежом, никто знает. Откуда вы знаете? Я по каждому собору, я три года занимался. Сейчас говорят, великий канонист, то другое. Какой я? Я просто не изобретаю ничего. Но из них 413 ежедневно патриархии нарушаются. Притом не просто так, случайно. Отцелено ставлено просто стремятся туда. Вчера говорили об этом. 17 лет я романах. Ты разве не читал 6-й Вселенский собор, на котором 630 епископов? Почему вы у них благословения не берете? Читаем субтитры.